Дыня Например, есть сетчатая дыня, дыня-канталупа, дыня для консервации, зимняя дыня, которую можно хранить несколько месяцев. Опыление. Дыня-однодомное растение, то есть на одном и том же растении есть мужские и женские цветки. Женские цветы имеют зависть под цветком. Это на самом деле миниатюрная дыня, которая будет развиваться. Мужские цветки расположены в конце длинных стеблей. Цветки открываются только один день. Дыня может быть самоопыляемой, то есть женский цветок может быть оплодотворен пыльцой мужского цветка того же растения. Однако перекрестное оплодотворение между разными растениями преобладает. Именно насекомые, в частности пчелы, опыляют цветки дыни. Все сорта вида кукумис мэлло скрещиваются друг с другом, включая дикие сорта. Но они не скрещиваются с огурцом, арбузом или тыквой. Чтобы избежать скрещивания, два сорта дыни должны быть разделены дистанцией в один километр между ними. Это расстояние может быть уменьшено до 400 метров при наличии между двумя сортами такого натурального барьера, как живая изгородь. Существует несколько способов получения семян разных сортов дынь. Выращиваем их рядом в саду. Первый метод состоит в том, чтобы полностью укрыть сорт под противомоскитной сеткой и установить под ней улей с пчелами. Второй метод состоит из укрытия двух сортов под двумя разными противомоскитными сетками и попеременного открытия и закрытия противомоскитных сеток через день, позволяя диким насекомым выполнять свою работу. Урожайность будет меньше, потому что некоторые цветки не будут опылены. Третий способ – вручную опылять цветки. Процесс немного сложнее, чем для тыквы и кабачков, потому что цветки дыни намного меньше, и может быть трудно определить момент цветения. Но как бы там ни было, 80% женских цветков недоразвиваются. Ручное опыление даже менее эффективно, чем опыление насекомыми, поскольку только 10-15% ручного опыления будут плодоносными. К этим трем методам мы будем ссылаться в блоки о технической изоляции в разделе «Основы семеноводства». Жизненный цикл дыни Выращивание семенного растения дыни, такой же, как и дыни, предназначенной для потребления. В зависимости от сорта, Для этого дыням нужны разные температуры. Для лучшего генетического разнообразия рекомендуется выращивать не менее 6 семенных растений. Идеально было бы вырастить хотя бы дюжину растений. Очень тщательно отбирайте семенные растения в зависимости от их характеристик. Таких как скороспелость, жизнеспособность, количество плодов, способность выращивания в полевых условиях, в умеренных зонах, Вкус и сладость мякоти Удаляйте больные растения Степень зрелости семян дыни легко определить. Достаточно, чтобы плод созрел и был готов к употреблению. Извлечение, сортировка и хранение семян Чтобы собрать семена, разрежьте дыню пополам. Выньте семена ложкой. Наслаждайтесь потреблением остатка дыни. Далее семена просто промывают водой. А затем сушат в тени. Чтобы быть уверенным, что семена сухие, убедитесь, что они ломаются, когда вы их сгибаете. Всегда нужно помещать в пакет этикетку с названием сорта, вида и года производства, потому что иногда надпись на пакете может стереться. Идеальным вариантом будет положить семена на несколько дней в морозильную камеру, чтобы устранить паразитов. Семена дыни имеют схожесть в среднем 5 лет. И могут сохранять схожесть до 10 лет. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка